Владимир Путин уходит. Этот вопрос уже решен. Десятки авторитетных изданий и источников в Кремле говорят об отставке как о неминуемом процессе. Можно сколько угодно не верить подобным слухам и считать их беспочвенными фантазиями, но дыма без огня не бывает. Итак, ситуация в России критическая. Поскольку состояние здоровья Путина уже явно не позволяет в полном объеме исполнять его обязанности, особенно с учетом авторитарной модели правления, становится более чем очевидным. Чем дольше будет затягиваться процесс транзита власти, тем больше риски развала страны. Причем вызвано это не только тем, что он сам не может пойти на уступки в вопросах, которые стали краеугольным камнем его правления. Да, о восстановлении СССР речь уже не идет, но Крым, Донбасс, Приднестровье и прочие искусственно созданные за время его правления горячие точки надо отдавать, иначе заберут сами, как Нагорный Карабах. Есть еще и большая беда. И даже Проханов говорит, сегодня правящий класс в России абсолютно одичал, обнаглел, утратил чувство меры. Он занимается только стяжательством. Он даже отказался управлять государством. И процесс этот только усугубляется, причем стремительными темпами. Иначе говоря, для спасения России хотя бы в территориально сокращенном формате ей нужна встряска, которую может обеспечить только новый менеджмент, что не совсем устраивает Путина, так как вызывает конфликт интересов для него лично, чем собственно и вызвана попытка законодательно обеспечить неприкосновенность ушедшего в отставку президента. Безусловно, он понимает, что в российских реалиях такой закон Филькина грамота, но сам факт его инициирования говорит, Путин почти смирился со своим уходом с поста президента, понимая, иначе могут вынести. А сейчас только продолжает надеяться на чудо, по принципу, может все рассосется само собой. Но ситуация стремительно ухудшается, и в Кремле стали отчетливо осознавать, в том числе и ознакомившись с опросами общественного мнения, если ничего не менять, Хабаровсков и Минсков на территории Российской Федерации будет столь много, и вспыхнут они настолько неожиданно, что тогда можно будет потерять все. Именно поэтому просачиваются слухи о том, что на полном серьезе рассматривается вопрос о проведении в Российской Федерации вне очередных президентских выборов приблизительно весной, пилотно апрель 2021 года. Почему так? Большинство около кремлевских аналитиков сходится на том, что это последняя дата, до которой народ, вынужденный и часто безуспешно постоянно заниматься поиском средств для пропитания кредитами и ипотеками, будет в состоянии потерпеть. Возможно и так, но скорее, и это более важно. Разработчики таких планов явно знают, что состояние здоровья Путина значительно хуже, чем об этом говорят пресс-релизы. А более-менее безболезненная передача власти по принципу преемника возможно только в случае, если он будет в состоянии сам это сделать. Иначе борьба башен Кремля за опустевший трон приобретет такие формы, по сравнению с которыми народный бунт или даже революция окажутся легким недомоганием. Ведь кланы не остановятся ни перед чем и просто порвут страну на части. То есть на Путина в вопросе передачи власти одновременно давит множество факторов. И именно поэтому многие ожидают что-то вроде ельцинского сценария. Я устал, я ухожу. Дальнейшее затягивание процесса вполне может привести к его невозможности в принципе и с крайне непредсказуемыми последствиями. Тем более, как это не покажется странным, Путин сейчас контролирует ситуацию похуже Ельцина. По крайней мере, распоряжения последнего все же выполнялись. Но есть и проблема. Запершись в бункере, Путин стал все хуже понимать происходящее в стране, поскольку круг его общения существенно сузился и к тому же теперь состоит из приближенных, которые по давней российской традиции плохих вестей стараются не приносить. Это приводит к ситуации, что понимание власть отдавать надо у него есть, но судя по всему, склоняется он к ее передаче силовикам, которые, по его мнению, будут в состоянии обеспечить порядок в стране и к тому же дать лично ему такие желанные гарантии безопасности. В такой ситуации для России самое неприятное то, что в этом случае Путина возможно преследовать и не будут. Но ни одна из проблем, стоящих перед страной, не решится, так как клан силовиков крайне сложно себе представить в качестве кризисного менеджмента, который эффективно их разрулит. Более того, усиление силовиков вызовет сильнейшее недовольство гражданских, которые и так в данный момент чувствуют себя ущемленными, а возможность переиграть ситуацию у них также, безусловно, присутствует. То есть в таком случае скорее состоится нечто подобное февральской революции 1917 года, за которой может и ноябрьское последовать. Сложно сказать, насколько все это реально понимает живущий в своем мире Путин. Однако известно, что так называемый шорт-лист на передачу власти довольно обширен, и как минимум состоит из 10-12 человек, и далеко не все из них в погонах. Причем по сравнению с 2019 годом список несколько видоизменился. Если сложить разрозненные данные из множества экспертных оценок по данному поводу, встречающихся в СМИ, то кандидатов на престол можно условно разбить на две группы. Неминуемое приближение транзита власти ощущают многие в России. О чем прямо говорят попытки возвращения в шорт-лист преемника людей, которые в свое время были безжалостно из него вычеркнуты. Первый из них – Дмитрий Медведев, и его шансы слишком малы. Игорь Сечин в принципе смог бы, но здесь проблема другого характера. За свою патологическую жадность он уже получил прозвище «ненасытный», и среди всей российской элиты имеет наибольшее количество врагов. Так что он тоже не вариант, тем более, что в прошлом году его креатуры в ФСБ уже были зачищены. Есть еще Собянин, но с ним отдельная история. Еще не так давно он рассматривался как наиболее реальный кандидат в преемники. И по слухам, Путин ему это обещал, если он поборет корону в Москве. Но градоначальник развил столь бурную деятельность, что у многих возникло ощущение, что он отвечает не только за столицу, а и за всю Россию. И эти многие его просто сожрали. Со всех сторон Путину доносили, что Собянин не санкционировано на царское место метит. В российских реалиях такого не прощают, и Собянина из списков вычеркнули. Похоже, без шансов на возвращение в них. Есть еще нынешний губернатор Тульской области Дюмин, но с ним другая история. Да, проверен, так как был президентским телохранителем. Но его успехи на нынешнем посту не сильно впечатляют. Да и поговаривают, что он регулярно прокалывается, причем в ситуациях, когда не чувствует тяжесть политической ситуации. То есть на высшую должность не сильно подходит, потому что маловато изворотливости. Есть еще один вариант, который лоббирует Кириенко. Речь идет о преемнике в виде младшей дочери Екатерины Тихоновой. Сценарий рабочий, но крайне проблемный, а с учетом опыта Казахстана и Нурсултана Назарбаева, все же маловероятный. Так что вполне возможно, ближайшее время порадуют нас неожиданными новостями, которые в то же время являются читаемыми и прогнозируемыми. А вот главный вопрос находится совершенно в другой плоскости. Давно известно, что Путин имеет характерную черту, крайне долго обдумывает практически любое важное решение. С чем, собственно, и связан затянувшийся транзит власти, который в реальности уже перезрел. И это уже привело к тому, что местные, особенно национальные элиты, начали задумываться над тем, а надо ли нам Москва вообще. В условиях смены любой власти, такие настроения только обостряются, так как центр слабеет, и может возникнуть желание, как при Ельцине, унести столько суверенитета, сколько сможешь. Особенно это касается Северного Кавказа и Поволжья. Да и другие регионы вполне могут захотеть жить отдельно. Для Украины все это к лучшему. Думается, не стоит объяснять почему. Запад в данные процессы абсолютно не будет вмешиваться, кроме одного вопроса. Расползание ядерного оружия точно так же, как и во времена развала СССР, допущено не будет. И в то же время там будут ждать, когда в Российской Федерации сменится власть на ту, которая будет способна начать новый диалог. Или перезагрузку, безусловно, частью переговоров по которой станет Донбасс и Крым. И, скорее всего, вступление Украины в НАТО. Так что транзит власти, скорее всего, будет длительный, и его первая фаза, преемник, станет только предтечей других, более глобальных событий. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дополнительные материалы, в частности, статью о реальном состоянии здоровья Путина, смотрите на нашем Патреоне. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова